И снова приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты. Сегодня у нас втором расклад на апрель месяц для дел. Обязательно расскажу и сделаем расклад, но хочу сказать буквально пару слов отвлечься от этой темы. Дорогие мои, спасибо вам огромное за ваши слова поддержки. Сегодня утром я была не в духе, так сказать. Как-то я расклеилась, если честно. Я почитала ваши комментарии. Это так трогательно, я вам очень благодарна. Спасибо большое. Вы не просто поддерживаете, вы подстегиваете. Спасибо. Видите, у нас взаимная такая зависимость возникла. Не только я вас успокаиваю, я вам для чего-то нужна. Поверьте, вы мне нужны не меньше. А потом у меня еще был расклад для женщины Наталья Викторовна из Энергодара. Вы знаете, какой-то удивительный человек. Я посмотрела по ее вопросам, мы посмотрели по Энергодару немножко. Во-первых, сразу хочу сказать, Энергодар, если все, дай бог, сложится так, как падает, да, как вот, ну, как падает, вот, то у вас будет все хорошо. Не прямо завтра, но выведут у вас мирным путем войска, не будет у вас военных действий таких вот, чтобы они угрожали безопасности. Дай бог, чтобы так и было. И вот мы делали расклад по Энергодару, и я поговорила с Натальей, и она учитель. Какой она светлый человек, господи, я просто, я разревелась опять. Я думаю, боженьки, у нас такие люди хорошие в Украине, у нас такие светлые люди, замечательные. Ну, мы не можем не погибнуть, с нами не может ничего случиться. Такие люди, вот как Наталья Викторовна, они, понимаете, они опора на этой земле. Они опора на этой земле. Наталья, привет вам большой, у вас все будет хорошо, правда. И сегодня же я сделаю для вас расклад на весы, обязательно. А сейчас девы, девы, про девы я вам могу рассказать, потому что девы окружают меня всю мою жизнь. Начнем с того, что моя мама дева, и сейчас моя Аня дева, и еще дочка от первого брака моего мужа второго, тоже дева. И у нас так весело получалось, 17, 18, 19 сентября три дня рождения отмечали. Поэтому девы, это еще те девы. Девы, это земной знак, вы, конечно же, девы все про себя знаете. Знаете, такой лозунг у девы, это контроль, дисциплина и трудолюбие. И осторожность, я бы еще сказала. Для меня девы, это такой, знаете, шпион-разведчик в тылу врага. Они очень осторожно ко всем людям новым относятся. Они не публичны, вот как львы, да. Вот льву прикольно на публику. Сейчас я вам спою. А вне дева такая, а кто там? А кто там в зале собрался? Ну-ка, через шторку погляжу. Так, так, а вы у них документы проверяли? Кто там, кто там? Девы, да, чекисты еще те. Чекисты-разведчики, блин. Но это люди, знаете, тоже такая соль земли. Они трудолюбивые. Они достаточно, дать, такие вот дотошные, аккуратные, педантичные. Да, они могут быть критичными и противными, если честно. Бывает иногда, да что ж, да-да-да-да, такое вот, понимаете. Особенно людям, которые другие, да, по сути. Им сложно с девами бывает жить вместе, потому что дева может давить вот этой критикой, скрупулезностью. Но дева это делает от чистого сердца. Она же критикует вас не потому, что вы плохие, а потому что хочет, чтобы вы стали лучше, понимаете. То есть она совершенно от чистого сердца будет вас критиковать, давить, указывать на недостатки и считать, что она делает благое дело. Ну, вот она вот уверена, дева, что она делает благое дело. Поэтому где вам нужно относиться? С пониманием. Они внимательны, они надежны. Они такие, знаете, девы, девы, девы. У меня вообще такое ощущение, что знак как-то неправильно назвали. Вот им дева, в принципе, не подходит. И вот они как-то, ну, вот они не девы. Потому что девы, они же такие, кажется, дева, ну, наивная, романтическая, да, такая какая-то дева. Вот что-то типа ближе близнеца, вот дева была бы. А это тут дева, но она такая дева. Не какая-то такая. Вот этот знак как-то не соответствует он своему названию, вы понимаете? Ну, как мне кажется. Ну, хотя, знаете, девы, они любят красивые вещи, красиво жить. Девы любят, когда их окружает, значит, такая чистота, порядок, когда все так вот, ну, не бедненько, да, не бедненько. А, чтобы, ну, прям, может, в идеале, конечно, если роскошь какая-то, но не роскошь, но тогда, чтобы красиво и глаз радовало. Вот, кстати, мне, скажите, пожалуйста, все ли девы такие? Дело в том, что у меня Анюточка дева, но она вообще не такая. Я говорю, Ань, я вот не пойму, то ли ты еще не дева, то ли ты еще девочка, может быть, когда ты станешь девой, ты изменишься, или это другой тип дев. Для моей Ани, для нее лозунг – это не контроль и дисциплина, и пунктуальность, и порядок, да, для нее, ее жизнь – это анархия сплошная. Анархия – какой-то творческий абсолютно ребенок, вся в творчестве рисует, пишет какие-то рассказы, она вот где-то там витает. Она очень настроена на психологию, на понимание человека, она такая очень тонкая девочка. Говорю, Ань, ты вообще на деву не похожа. Где дева и где ты? Я все время жду, говорю, мам, когда она уже девой станет такой вот лютой девой? И мама смеется, говорит, я тоже жду этого. Ну, то есть такие вот девы случаются не только такие вот классические, видимо, есть и отклонения. Ну, и так, все-таки, все-таки, со всей любовью, да, со всей любовью и терпением к нашим девам делаем расклад на апрель месяц для дев. Девы, что нас ждет? Девы. 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 Так, девы. Девам в этом месяце очень было бы полезно обратить внимание на свое здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний, связанных, видимо, с переменной погоды, возможно, да, сезонной. Пожалуйста, будьте осторожнее, если нужно, не забывайте о профилактике. Очень важно, чтобы вы не простужались. Девы очень легко простужаются. Поберегите ноги, ноги в тепле, да, обязательно. Для дев сейчас, видите, такой месяц романтический, романтический, когда девам хорошо с их близкими, с их родными, о которых они вот тут же начинают заботиться. Девы не находятся в одиночестве, и даже если у них нет пары, то они найдут о ком позаботиться все равно. Девы, для вас в апреле очень хорошо быть вместе с близкими, с родными, даже онлайн, как-то виртуально, даже мысленно. Не оставайтесь сами, будьте в контакте с людьми, с близкими, с семьей. Если вы давно кому-то не писали, членам своей семьи, там, двоюродным дядям, тетям каким-нибудь, напишите там несколько слов поддержки. Для вас сейчас очень важно вот эта компания близких людей, союз близких людей. И наверняка для вас сейчас это будет серьезной, важной поддержкой. Девы, несмотря на, как бы, не совсем простой месяц, вообще не опускают, совершенно не опускают нос. Смотрите, они готовы бороться, они такие молодцы, вполне и мирные, и мирная борьба. И девы, которые у нас защищают Украину, посмотрите, девы активны, как никогда, настроены серьезно гнать врага, да, и бороться, и ждать победу. И, то есть, девы вообще не в пассивном настроении. Девы как раз тут так, сейчас мы тут разберемся, что вот они молодцы такие. Вы понимаете, у дев сейчас все хорошо в плане вот настроения вот этого боевого. Да, понятно, мы не все одинаковые, но, смотрите, я не вижу ныне, я не вижу ныне. Ну, и иерафант, дева, это как раз сейчас будет на коне, как раз будет на коне давать свои советы, помогать рассказывать, как нужно жить, как нужно справляться с депрессией, что нужно делать. Так, давай, там, что-то там, начнем давать указания всем, кому как жить. Так что, в принципе, смотрите, дева вполне себе в рабочем состоянии, активна, как никогда. Да, и, кстати, вот как моя мама меня бодренько утром будит и отправляет, так, ты уже пошла видео снимать, давай иди, тебя люди ждут. Главное, не сама пошла, не сняла, да, но меня отправила, то есть дала указание, как мне, что мне делать, как мне жить. Вот такие дела. Так что, девы, вы наши командиры, как под козырек, как говорится, есть, будет исполнено. Слушаемся дев, прислушиваемся, девы берегут свое здоровье и не позволяют хроническим заболеваниям взять верх. Да, а то они все о других, о себе тоже чуть-чуть подумайте. Люблю вас, девы, до новых встреч.